МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, например, это клумба. Вы видите, в одном горшке есть цветы самые различные. Красный, синий, зеленый, фиолетовый. И что это? Это генетическое разнообразие, которое возникает в природе. Также мы можем искусственно вмешиваться в эту жизнь и менять цвета по своему желанию, изменяя всего лишь какие-то одни гены. То есть генетика – это такой мощный инструмент для улучшения природы, что, конечно, это, безусловно, очень и очень интересно и увлекательно. Лейла Джансугурова окончила биологический факультет Казахского государственного университета имени Кирова. Защитила кандидатскую диссертацию по специальности генетика. С 1992 года в течение четырех лет работала научным сотрудником лаборатории нейрогенетики и генетического развития Института биологии и гена в Москве. Дважды удостоена государственной научной стипендии для талантливых молодых ученых. Вошла в число 100 лучших женщин-ученых мира. В настоящее время генеральный директор Института общей генетики и цитологии Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан. Вопрос «Кем быть?» для юной Лейлы Джансугуровой был предопределен генетически. Внучка известного автора поэмы «Кулагер», основателя казахской кинематографии Ильяса Джансугурова, дочь кинорежиссера-документалиста Булата Габитова-Джансугурова должна была пойти по их стопам в кино. В 10-м классе Лейла стала посещать курсы киноведов при киностудии «Казахфильм». Группу как раз набирал кинорежиссер Сергей Соловьев. Но что-то ей говорило – это не мое. Я представила, что я просижу с блокнотом всю жизнь, все будут смотреть фильмы, а я буду с блокнотом, с карандашом сидеть в темном зале и какие-то заметки делать из серии «Куда встал главный герой, что он сказал» и так далее. Мне стало очень скучно, и я в один момент передумала. В то время она познакомилась со студентами биологического факультета, где училась ее двоюродная сестра. Был май, весна ликовала во всей своей цветущей красоте. Неудивительно, что Лейлу увлекли рассказы о тайнах живой природы. И она выбрала биологию. Вот так жизнь преподнесла ей первый урок, что миром правят не только гены, но и случайности. Чем на самом деле очень сильно удивила и папу, и маму, поскольку папа воспринял это вообще крайне нехорошо. Да, он расстроился сильно. И вдруг я биологию выбираю, которую я вообще никогда так усиленно не интересовалась. Уже в студенческие годы Лейла Джансугурова увлеклась генетикой. Не только потому, что это был самый перспективный и многообещающий раздел биологии. В то время кафедрой биологии ГАЗГУ имени Кирова заведовал Рахмет Кажи Искандерович Берсенбаев. Крупный ученый, немало сделавший для развития генетики в Казахстане. Лейла Болатовна является ученицей Рахмет Кажи Искандеровича Берсенбаева. Его идеи во многом определили направление научного исследования Джансугуровой. Она выбрала сложную область молекулярной биологии и обратилась к проблеме генетической нестабильности у мухи дрозофилы. Дрозофил, она предоставляла очень хорошие возможности для изучения этих тем, потому что самый излюбленный генетический объект, и я считаю еще очень удачный именно в экспериментах, потому что все, что ты не делаешь на дрозофиле даже до сих пор, оно подтверждается. Студенческая дипломная работа Лейлы Джансугуровой была отмечена дипломом Президиума Академии наук Казахской СССР в 1989 году. Это открыло ей путь в большую науку, аспирантура, защита диссертации, затем и работа в Москве, в Институте биологии гена. И возглавлял его Георгиев Академик, Георгий Павлович. И тоже самые передовые идеи, которые были тогда в генетике, это там мобильные элементы, как прыгающие гены говорят, структура гена, как работают гены, все это было очень интересно. Большая путевка в жизнь, как бы сейчас ни говорили, которая дана была нам в Москве, она живет и будет жить дальше. Потому что это знакомство с большой школой, с прекрасными лабораториями и с прекрасным отношением к человеку, к студентам. Это я говорю о преподавателях, которые нас там окружали. Генетика – сравнительно молодая наука. Законы общей генетики были сформулированы в 19 веке католическим монахом Грегором Мендолин. Но точкой отсчета в мировом масштабе стал 1953 год. Именно тогда, в результате совместной деятельности химиков, физиков, биологов, Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик в лаборатории Кембриджа установили трехмерную структуру молекулы ДНК в виде двойной спирали. Они объяснили, каким образом она может нести и передавать генетическую информацию. История советской генетики связана с именами академиков Вавилова, Кольцова, Серебровского и других. В середины 30-х годов прошлого века под эгидой московских, ленинградских, новосибирских ученых-генетиков стали создаваться научные центры на местах. В Казахстане в 1934 году был образован Казахский государственный университет. Одним из первых факультетов стал биологический. Генетика получала стремительное развитие, но с ужесточением сталинского режима положение этой науки пошатнулось. Печально известный Лысенко объявил генетику лженаукой. Многие ученые подверглись политическим преследованиям. В августе 1948 года генетика была окончательно разгромлена. Но в Казахстане ровно месяц спустя, в сентябре 1948 года, в Казгу была организована кафедра генетики и дарвинизма. Гонения и охота на ведьм не затронули нарождавшуюся школу генетиков и селекционеров Казахстана. Возможно, проводившиеся здесь эксперименты с мухами и растениями показались приверженцам Лысенко вполне безобидными. Генетика Казахстана прошла многолетний путь развития и обрела свою славу благодаря блестящей плеяде таких ученых, как академики Гакаш Бияшев, Мурат Айтхожин, Рахмет Кажи Берсимбаев. В 1995 году в Алма-Аты был создан Институт общей генетики и цитологии. Когда Рахмет Кажи Искандерович Берсимбаев здесь организовал вот этот институт, Институт общей генетики и цитологии, тоже для его создания привлек разные лаборатории из разных институтов, то позвал меня, чтобы здесь работать. Я, конечно же, согласилась, поскольку, ну, как бы ты не складывал жизнь, я считаю, где родился, там и ты больше всего пригодился. Нас связывает много. Во-первых, мы оба безумно любим свою науку. Это биология. Во-вторых, у нас, можно сказать, судьба одинаковая. У нее по деду Ильясу Дженсугуру, у меня по своему отцу Ахмету Жубанову. И в этом отношении хочу сказать, что наша задача, задача потомков таких людей, это нести это имя так, чтобы, как вот говорил мой отец, что я бы никогда, чтобы, даже когда я уйду в тот мир, никогда не было разговоров о том, что Жубановы такие, пересеки. Я думаю, то же самое в душе думал и Ильяс Дженсугуров, когда уходил в другой мир. 90-е годы прошлого столетия. Сложное, кризисное для всей страны время, когда после развала Советского Союза разорвались тесноэкономические связи между республиками. Из науки ушли многие талантливые молодые люди. Одни сменили лабораторию на прилавке магазинов, другие открывали собственное дело. Был такой соблазн и у Лейлы. Но она осталась. Таков уж характер у Дженсугуровых. Доводить начатое до конца. Свой научный путь она начинала в трудное время для науки, когда были сложности, были нехватки. И несмотря на всё это, имея целеустремлённость, имея желание заниматься любимым делом, она осталась в научной сфере, продолжала вести исследования, находила пути совместного сотрудничества с другими учёными. Несмотря на общий упадок, генетика в Казахстане набирала темпы развития. Но теперь объектом исследования учёных стала не муха дрозофила, а человек. После закрытия Семипалатинского полигона возникла острая необходимость в генетических исследованиях людей, пострадавших от последствий ядерных испытаний. Как повлияли взрывы на здоровье жителей Семипалатинского региона? Этими вопросами занялись генетик Джон Сугурова и её коллеги. Уже выросло несколько поколений людей, свидетелей первых взрывов, если они уже бабушки, дедушки, сейчас их уже половины нет в живых. Но первый такой большой крупный международный проект, это был как раз изучение действия этого полигона на несколько поколений жителей того региона. И здесь мы работали в сотрудничестве с английскими партнёрами, это две команды, американские партнёры, потом Финляндия, центр ядерной безопасности. Радиация вызывает хромосомные гены изменения, которые могут передаваться по наследству в качестве мутационного груза. С момента первого взрыва в августе 1949 года успело вырасти несколько поколений. Генетики оценили, насколько полученные родителями гены и мутации могут передаваться потомкам. И оказалось у нас, что третье поколение, люди, кто родился уже после 70-го года рождения, они благополучны в отношении груза мутационного. То есть их уровень мутации, он такой же, как у жителей, скажем, у нас в Алматинской области. Ядерное оружие – самое жестокое испытание для человечества. Радиация вызывает сильнейший эффект. Самый высокий уровень мутации наблюдается у первого поколения людей, получивших мощное смертельное облучение. Но в четвёртом поколении страшные следы влияния Семипалатинского полигона практически не наблюдаются. Организм человека работает над тем, чтобы со временем избавиться от больных клеток. В природе существуют механизмы, которые со временем восстанавливают нормальную последовательность ДНК. Если люди выживают, то они уже имеют такой естественный отбор. Люди имеют очень хорошие генотипы, устойчивые к действию радиации. И вот как бы сейчас мы изучаем как раз индивидуальную радиочувствительность или радиорезистентность. Здоровье казахстанцев – одно из главных направлений работы Института общей генетики и цитологии. В лаборатории мутагенеза проводится исследование всех видов раковых заболеваний. У разных людей неодинаковая восприимчивость к воздействию радиации, химических канцерогенов, онковирусов. У людей с хорошим генотипом внутри них может включиться генетически запрограммированный механизм самоуничтожения. Если правильно подобрать ключи к этому явлению, спровоцировав его в раковых клетках, можно заставить опухоль пожирать саму себя. С другой стороны, зная свои генотипы и зная свою предрасположенность к раковым заболеваниям или к сердечно-сосудистым, ты вовремя пойдешь, сделаешь ЭКГ или проведешь диагностику. А, к сожалению, сейчас у нас в медицине вот такое направление предиктивной медицины, предсказательной, оно только-только начало развиваться. Изучение особенностей генотипа людей имеет и практическое значение. На основании этих знаний казахстанские генетики создали тестовую систему. По ней можно определить, может ли человек работать на предприятиях уранового производства или последствия влияния радиации будут для него губительны. У человека более 30 тысяч генов, пока большинство из них тайно даже для генетиков. Но именно отечественные разработки, изучающие наш местный генотип, могут принести пользу казахстанскому обществу, считает Лейла Джонсугурова. Один из таких проектов, актуальных для нашей страны, программа антистарения. То есть мы определяем генетические аспекты старения в казахстанских популяциях и смотрим, насколько реально с достижением пенсионного возраста будет играть роль индивидуальный генотип или нет. Но изучение здесь идет также через возраст ассоциированные заболевания, те, которые развиваются с возрастом. По статистике у нас получается, что люди старше 45, генетическая компонента, она различна у представителей казахской и русско-этнической группы. Найти таблетки от старения или эликсир молодости – заветная мечта человечества на протяжении многих веков его истории. Над созданием уникальных препаратов, продлевающих жизнь, работают сегодня многие секретные лаборатории. Ведь вечная молодость – это большие деньги и большая власть. Но генетики оперируют только научными фактами. За процесс старения в организме человека отвечают сразу несколько групп генов. С возрастом у людей накапливаются различные мутации. По сути, мы все мутанты. И главную роль в нашем преждевременном увядании играют социальные факторы – стрессы. Это, конечно, наш образ жизни и те условия экологические, в которых мы живем, все вместе. Но если по литературным данным где-то до 65 лет генетическая компонента составляет 25% во влиянии на старение раннее или позднее, то уже после 65 лет включаются генетические программы, определяющие старение. И здесь уже 75% доли генетики. На стыке двух веков в жизни Лейлы Джонсу Гуровой произошли большие события. Ее пригласили на стажировку в Великобританию, в отделение генетики Лестерского университета. За два года работы за рубежом она не только познала новые технологии, но и поняла, насколько необходима интеграция усилий ученых разных стран. Реально, наверное, чтобы находиться и чувствовать там какие-то перспективы развития генетики или чтобы решать вопросы, да, прежде всего нашим студентам нужно знать английский язык, потому что у нас вся научная литература – это английский, не французский, не немецкий. Среди публикаций Джонсу Гуровой – 128 научных работ в рейтинговых зарубежных и казахстанских журналах. Помимо научной деятельности, Лейла Булатовна преподает в родном Альма-Матер – Казахском государственном университете имени Альфараби. В настоящее время у Лейлы Булатовны очень много студентов, магистрантов, аспирантов, PhD-студентов, очень много последователей. Большая школа по той простой причине, что Лейла Булатовна является очень грамотным специалистом в молекулярной генетике. С 2006 года Лейла Джонсу Гурова возглавляет Институт общей генетики и цитологии. Новая ступень в ее карьере и новые, более сложные задачи жизни. Теперь ей предстояло научиться быть хорошим менеджером, поддерживать международные связи Института, продвигать новые проекты. Один из таких крупных проектов Института – работа по селекции перспективных пород овец – казахского архар-мереноса и едельбайской породы. Для этих целей Институт выиграл грант Всемирного банка. Работы по этому проекту ведутся уже полтора года. Чтобы его реализовать, нужно приложить немало усилий, даже иногда проявить дипломатический талант. В этом большая заслуга Лейлы Булатовны. Вообще, генетика – это очень сложная отрасль, потому что все отрасли науки тесно переплетены с генетикой. Будь то химия, физика или математика – все они взаимосвязаны с генетической наукой. Сегодня в нашу повседневную жизнь привычно вошли такие понятия, как плоны, генетически модифицированные продукты, гены инженерия, биотехнологии. За всем этим – широчайший размах исследований мировой генетики. Эта наука владеет универсальным инструментом, надо лишь знать, куда его приложить, считает Лейла Джонсугурова. Все чаще к генетикам обращаются историки, антропологи и этнографы. Меня, например, очень трогают вот эти исследования, касающиеся Абу-Хаиры, потому что это последние раскопки. Это вообще в мире, наверное, не так развито. Потому что тратить деньги на то, чтобы выяснить, в каком-то там веке жил Абу-Хаир, и где он похоронен, и там ли он действительно похоронен, это нужно иметь большую культуру и желание знать наших предков. И это очень мне импонирует, вот такие работы. Потому что вот благодаря нашим исследованиям удалось более-менее четко определить место захоронения Абу-Хаир-Хана. И после этого уже не мы бегаем, не мы ищем как бы партнеров, а люди сами приходят к нам, потому что понимают, что генетика, она остается самой доказательной как бы наукой. Вот в этом возможности наши они не ограничены. Поработать в лаборатории, как в прежние времена, теперь удается ей не так часто. Обычный день директора института – это планерки, встречи, конференции, бесконечный поток документаций и классическая борьба за выживание. Чтобы работать много со временем, надо иметь современное дорогостоящее оборудование, искать пути для расширения лабораторий и даже отстаивать свои законные права работать в здании института. Но Джин Сугуровы всегда были оптимистами с бойцовским характером. Когда ее сделали директором института, в смысле назначили, ну, все как-то были, сможет, не сможет. И она за эти годы показала, что да, она смогла. Смогла не только сохранить институт, но смогла его выпустить на орбиту новых современных исследований. Это не так просто. И это тот стержень, в который в ней заложил еще дедушка. Я не отрицаю роль энергии, как бы, да. И просто мы еще не можем пощупать какие-то субстанции. Но абсолютная уверенность в том, что ничего случайного в жизни не происходит, что все это закономерность. И судьба нам дает какие-то шансы. Но мы делаем выбор в силу своих предпосылок уже, тех потенциальных, как бы, задатков, которые у нас есть. Человек утверждает в генетике сложный продукт наследственности и образа жизни. Мы плоды того, что посеяли сами. Мы можем быть роскошными цветами, либо вредоносными сорняками. В нас течет кровь предков, и нас постоянно испытывает среда. Что окажется сильнее? Только в гармонии с живой природой человек остается самим собой, считает Лейла Джонсугурова. В этом сокровенная тайна кода человеческой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok